Если к нам пришли люди сигналить с событиями какими-то и поступками то, что нам не нравится, это значит, мы неправильно используем это чувство, мы неправильно используем это состояние, которое нам пытаются показать. Мы во вред себе это используем, мы пытаемся отрицать. Если мы себя отрицаем, мы себя уменьшаем, мы уменьшаем свою ёмкость, мы уменьшаем свой мир, мы делаем мир с дырой, негармоничным, мы отрезаем нужные функции. Ни одно чувство, ни одно слово, ни одна мысль не может быть бесполезной для нас, не может быть. Мы пришли в это воплощение, создавать эти кадрики, ножки, играть в эту игру для того, чтобы научиться всё принимать. Вот учиться всё принимать — это и есть любовь, учиться жить — это и есть принимать всё. Вот всё, что я сейчас рассказала, в книге разложено у меня просто вот по пазлам. Мы творцы с вами и творим всё не просто так, а для того, чтобы познавать себя. Познавать себя и принимать всё тёмное, вся энергия в тёмном, в неопознанном. То, что мы наделяем плохим, ненужным и неправильным. Вот там вся энергия наша, и там вся наша сила, и там все наши ресурсы. Всё, что мы отрицаем и не хотим видеть, мы будем через внешний мир показывать болью. Физической болью и моральной болью, душевной болью. Боль — это просто сигнал от того, что мы отрицаем какую-то частичку. Четвёртый год без мяса, хотя всю жизнь ела мясо каждый день. В 2018 году решила месяц не есть мясо, и месяц затянулся. При этом своим мужчинам готовлю на шашлыки с друзьями ежу, грибы, овощи запекаю, и всё окей. Ну круто, Натали, вообще, вот прям делитесь такими отзывами. Почему всё подорожало? Почему вырос доллар? Для чего этого хочу? Чтобы мы перестали заниматься потреблятством. Вот, например, в мире сейчас дефицит сахара. Даже хорошо, когда мы всю эту отраву с нашего мира убираем. Синтетический сахар — это яд, который вызывает онкологию, опухоль, сахарный диабет, любые ваши заболевания от синтетического сахара, который вы жрёте, как крокодилы. Наше поле, общее, вся система всех людей, да, хочет быть здоровыми. Так желание осуществляется, вы просто посмотрите, как оно офигенно осуществляется. Ничего круче нету, как лишить этот мифа хорабринсинтетического. Это же круто! Какого хрена создавать эти очереди, бежать, покупать по бешеным ценам? Бешеные цены на что выросли? На дерьмо! На дерьмо, которое вам не нужно покупать. Вам не нужно есть это дерьмо просто. Запишитесь на канал, вот в книге у меня есть ссылка на этот канал, я часто постю, пищевая алхимия, вся правда пищепромия. Блин, как парень с женой всё раскладывает там круто, я просто кайфую от них. Вы можете есть без ущерба денег, не тратя большие деньги вообще, не тратя время на готовку, не тратя деньги на еду, на это говно, на эти яды, на эту химию, которая нас целенаправленно убивает. И убиваем мы сами себя, да, очереднейший мир, показать, что мы сами себя убиваем, останавливаем своими мыслями, да, мы не творим, мы не творцы, мы уходим в жертву. И вот когда мы в жертву, наш мир нам это вовне показывает, что нас убивают вовне, потому что мы внутри себя убиваем. Если я полюблю эту войну, то я приму эту войну, значит я увижу войну внутри себя и перестану воевать сама с собой, своими желаниями, своими действиями, понимаете? Как только критическая масса людей перестанет ввести войну внутри себя между противоречивыми желаниями, между делать хочу и не хочу, надо или не надо, и пойдет выполнять свою естественную функцию, своего предназначения, то вот этой войны вовне не будет. Это же хорошо, когда мы лишаем себя говна. Если закроются нахрен все производства, которые выращивают эту тху, которую мы жрем, это же хорошо. Вы просто не представляете, какой скачок в эволюции получит человек. Ваш шаблон настолько просто ограниченный, что вы считаете, что это плохо. Я вас, люди, не понимаю. Почему вы считаете то, что нас убивает? Почему плохо, что подорожало то, что нас убивает? Ну почему? Где логика? Сколько нужно правильно питаться, чтобы организм очистился от съеденного ранее и начать соображать нормально? Смотря что вы будете есть, как плавно вы будете переходить. Но опять же, смотрите, если вы сейчас пойдете на всякие курсы, тренинги, будете себя чистить, будете худеть, будете переходить на другую еду, то ваш организм бунтует, потому что вы не одни живете в этом теле. В этом теле миллиарды микроорганизмов, грибов, микрофлоры, которые питаются всем этим говном. Она будет требовать, требовать, и вы вернетесь, и будет еще хуже. Вы будете полны злости, и очень много будет проблем. Это пытаться сейчас собаку научить есть клубнику и мороженое. Или пытаться корову начать, чтобы она пила алкоголь, курила сигареты. Перейти резко на другое питание без работы с башкой своей у вас не получится. А когда вы работаете со своими шаблоновыми мышлениями и понимаете вообще, начинаете вот не в телескоп видеть мир вокруг, а шире, то вам просто не хочется есть то, что вы ели. Еда – это следствие. Если мусор в башке, вы едите мусор. Если ваши мысли токсичны, вы хотите токсичной еды. Если ваши мысли токсичны, а вы не даете себе эту токсичную еду, то у вас токсичных мыслей станет еще больше, и вы еще больше будете хотеть есть, и потом вы сломаетесь в итоге. И начнете вообще переходить на ужас какой-нибудь. Так что радуйтесь, что у нас говно подорожало. Трехразовое питание тоже обман. Конечно. Так подорожало все, не только говно. А что еще подорожало? Вот скажите мне. Если у вас на что-то не хватает денег, это значит, вы задолжали себе внимание, желания, действия, перемен. Когда вы живете по импульсу здесь, сейчас, у вас все есть. У вас все есть. Если вы чего-то не можете себе позволить, значит, у вас нет ресурса на это. А ресурсы — это ваше действие, это ваши перемены, это ваши отговорки. Что-то не делать, это ваше... У меня не получится, а вот я не знаю, все подорожало. Да какая разница, что там подорожало? Если вы что-то хотите, это сразу воплотиться. Если все подорожало, это вы этого хотели. Найдите выгоды в этом. Почему война, почему все подорожало, почему вы не хотите вот это есть или потреблятство, покупать какие-то там бренды или еще что-то. Вот неважно что. Если в жизни что-то происходит, значит, вы этого хотите, это ваше желание. И для чего-то это нужно. Просто рассмотрите для чего, и тогда вам все станет понятно. Ты раньше пила кофе в день 5 кружек, а сейчас тоже пьешь. Я раньше по 10 кружек пила, а не по 5. Нет, я не пью кофе уже очень давно, и меня не тянет. Иногда, сегодня грешок такой был, я пила. Я натуральный кофе, натуральный кофе в небольшом количестве и редко, это очень хорошо и полезно, когда требует организм. Но и главное слушать себя, не заглатывать его шаблонно, что меня сейчас это взбодрит. Какой там взбодрит? Кофе вызывает стресс. Мало того, что оно вызывает стресс, оно вымывает кальций из наших костей, а потом артрозы, артриты и всякая херня. Вот. Кофе, это особенно сублимированный, там не с кафе какой-нибудь или еще что-то. Это говно. Если вы натуральный кофе пьете, хорошие зерна, перемалываете сами и завариваете, это офигенная штука, полезная. Все, что натуральное, все, что растет, все, что не нужно варить, все, что не нужно жарить, все, что не переработано, не сублимировано, не сделано, ни через что не пропущено, оно все полезно. То есть, если кофе у вас натуральное, то что в этом? Нет проблем. Единственное, пять кружек смысла в этом нет. Мне нравится пить кофе раз в месяц. Одна чашка, блин, мне вот уже настолько хватает. И натуральное хорошее. Почему спать охота? Как быть суперэнергичным? Весь эфир, два, сегодня об этом говорила. Нет желания, есть, перестаньте. В физическом мире хотя бы помогите себе. А потом начнете, начните думать, куда пропали мои желания. То есть, есть желание, есть энергия. Нет желания, нет энергии. Если вы получаете дофамин с едой, у вас нет желаний. Нет желания, энергия не вырабатывается. Что вы можете перетянуть в физический мир, осуществить и сделать, если энергия – это действие. У вас нет действия, потому что у вас нету на действие энергии. А нет энергии, что нет желания. То есть, желание вырабатывает энергию на действие. Если у нас нет энергии, нет желания. Потому что ваш дофамин получен искусственно, искусственной радостью какой-то. Вы заменили сигаретами, алкоголем, едой, сексом, чем угодно, качельками. Вы просто гоняетесь за искусственной радостью. Поэтому у вас нет настоящей энергии. У вас нет перемен в жизни. Всё. А чай вреден. Тот, что вы покупаете в магазинах – да. А если вы соберёте травы, ну там, купите даже травы высушенную, да, и будете заваривать чай, то это полезно. Любые травы, какие бы они там ни были, всё, что натуральное, то, что не пропущено через химозную эту всю хрень, через пищебром, оно нам всё полезно. Но, опять же, мы как собаки, как животные, имеем чувство определения ядов. То, что нам нужно в организме, то, что не нужно по запаху и вкусу. Если вы заварили траву и ничем не отвлекаясь, понюхайте, попробуйте почувствовать запах и попробовать на вкус, если вам понравится запах и вкус, то это организму нужно сейчас. В следующий день, допустим, вам не понравится эта же трава заваренная, там, вкус не понравится, или запах, или то, или другое, значит, в этот день этот чай, заваренный из этой травы, не нужен. Всё просто. Когда вы никуда не спешите, а просто попробуете погрузиться полностью в чувствование вкуса и запаха, тогда вы сможете распознать, нужно это или не нужно. Сегодня это будет полезно, а завтра это будет не полезно. Каждый момент времени организм сам знает, что ему нужно. Чтобы это определить, вы должны чувствовать запах и вкус. Но! Большое но! Это сделать вы сегодня не сможете, никто не сможет. Знаете, почему? Потому что вы отключили все рецепторы у тела. Вы не чувствуете вкусы и запахи и не можете определить, потому что синтетическая еда, которой на 30 лет нас травили, целенаправленно, чтобы делать из нас послушных рабов. Ну, мы сами себя травили, сами мы себя травили, создав Микки Маусов, чтобы отключить эти рецепторы. Поэтому вы сейчас не почувствуете ни вкус, ни запах. Да, вы что-то почувствуете. Если это насыщено всякими усилителями вкуса и так далее, нам яды сейчас подсовывают, набивая их усилителями вкуса, запаха, цвета и так далее, чтобы мы не чувствовали этот яд. Потихонечку, когда вы уберете химию, рецепторы ваши возвратятся к вам. Организм имеет свойство самоочищаться и включать обратно вашу чувствительность и рецепторы. И организм будет очень чувствительный. Вот вы, допустим, сделали какую-то чистку. Каждый день я пью лимон, выжатый полный стакан, одна треть ложки соды и залить это кипятком. То есть размешать, пену получить и залить кипятком. Кружка. В день натощак. Это, я не знаю, это просто самый золотой рецепт со всей моей жизни. И чтобы вывести грибы, которые вызывают опухоль, рак, что угодно, там онкология, диабет и так далее, есть ещё один рецепт, который нужно принимать с осторожностью. Взять кожуру этого граната, замочить её на пару часов, ну, помыть, замочить и прокипятить 10 минут. И в течение недели по стакану пить этот отвар. Выведет ваши грибы. Кто тему про грибы знает, вы меня поймёте. Кто не знает, просто в интернете почитайте, что мы болеем из-за всех этих грибов, дрожжей, вот этой вот химозы, которая в нас живёт просто капец. Так что гранаты, вот эта вот штука, которая вам нормализует кислотно-щелочной баланс. Сода погасит лимон, лимон погасит соду, кипяток это всё нейтрализует ещё сверху. Вот, вы не навредите себя этим составом. Когда вы пьёте соду отдельно или лимон, вы себе вредите. А когда вы вместе погасите, не будет вреда для организма, вы всё время будете поддерживать этот баланс, чтобы ваш иммунитет справлялся сам, для того, чтобы вывести все яды, которые попадают в вас через воздух, шампуни, косметику. Вы думаете, яды мы только с едой употребляем? Конечно. Через воздух, через воду, через косметику. Вот, всё это в нашем организме очень классненько живёт. И чтобы нормализовать работу иммунитета, который будет справляться с этим говном, вот эти вот две штуки. Голодание помогает нам. Если вы голодаете насильно, без работы со своим мышлением, то вы себе вредите. Если вы чистите себя, но при этом продолжаете жрать эту херню, вы просто находитесь ещё больше в нервозе, ну вот эти чистки все, диеты, голодание, вызывают стресс у организма. Когда у вас стресс, то организм на погашении этого стресса постоянно вымывает кальций из костей, самых крепких материалов нашего тела, ногти, зубы, волосы. Вымывает кальций, который нужен всё время в крови, один процент кальция должен находиться в крови. Вот эта кровь помогает нам этот стресс в нашем теле всё время гасить, нормализовывать. Неважно, радуемся мы или негативим, у нас всё время стресс в организме. О чём-то мы переживаем, у нас стресс. И на погашение нужен кальций. Всегда. Кальций извне. Не усваивается. Вообще. И если вы будете есть натуральную пищу, может быть усвоится. Но всё, что вы употребляете, этот кальций никогда, тем более с витаминами, с БАДами, синтетически, вообще жрать опасно просто. И вот этот кальций всё время будет вымываться из нашей системы костной, из твёрдых материалов, из каждой клетки, который нужен для поддержания вот этого баланса в организме. Так вот. Вы будете страдать проблемами, переломами, артритами, афтрозами. У вас всё будет болеть. Там кости, сколиозы, хрень всякая будет происходить. Там лусеет кожа. Проблема. Всё это проблема с кальциями. Ну и не только с ним. Вообще со многими веществами в организме. Но вот основа, допустим, это возьмём кальций. Он всё время вымывается, когда вы в стрессе. Когда вы голодаете, вы в стрессе. Микрофлора не получает то, к чему она привыкла. Когда вы себя чистите, вы в стрессе. Микрофлора не получает то, что она хочет получить. То есть все манипуляции, насильные вот эти вот, они вызывают стресс. Вы делаете организм ещё хуже. А чтобы стресса не было, вы сами не должны хотеть вот это вот всё есть. И тогда не придётся это чистить. А чтобы не хотеть, вам нужно поменять свои мысли. Мусорная еда – это мусорные ваши мысли. Работайте с мышлением, вам просто не захочется есть это. Вам не захочется вот это вот делать с собой. Так круто, что лекарства подорожали. И вы заметили, что уже 3-4 года из аптек исчезла куча лекарств, которые не достать. Ни одно лекарство, ни одно ещё никогда, никого не вылечило. Заглушают сигнал тела, да, убирают боль, но вы как продолжали болеть, просто не в курсе. Вы не чувствуете. А потом это всё уже доходит до такой ручки внутри, что бац, инсульт, бац, диабет, бац, рак. Вы с этим живёте? И фарма только для того, чтобы всё время вас подсаживать. Это деньги, это деньги, да, всё время подсаживать вас на лечение. Вы поели, вы болеете. Вы болеете, пошли в аптеку. Купили в аптеке химию, ещё больше захотели сожрать какую-нибудь херню. Чем больше едите какой-нибудь херни, и опять идёте в аптеку. Это бизнес. На нас делают большие деньги. Какие могут быть причины выпадения волос? Стресс. Стресс. Какие ещё могут быть причины? Рвать на себе волосы. Знаете, такое вот. Мы рвём на себе волосы, потому что не знаем, что делать. У нас стресс. Мы потерянные. Плюс ещё волосы на теле, да, неважно, голова это всё на теле, да, это защита. Когда мы себя убиваем и не хотим себя защищать для спокойного, радостного, там, счастливого существования в своей жизни, а всё время мы себя убиваем, всё время, каждый раз, когда мы себя останавливаем от действий и убиваем своё тело чем-то, да, не хотим думать и развиваться, идти в новый, идти в завтрашний день, чего-то боимся, мы всё время себя убиваем. То есть, каждая мысль нас убивает, когда мы её не так используем. Не в развитии, а в остановку. Мы не защищаем себя. То есть, волосам, получается, не нужно выполнять функцию защиты, так как... А зачем себя защищать, если мы не хотим защиты, мы хотим себя убивать? Надеюсь, понятно. То есть, за ненадобностью функции защищать себя мы себе показываем выпадение волос. С мясом, алкоголем попрощалась как-то автоматически, как ты говоришь, просто не захотелось без стресса. Так, Ирина, ты уже сколько меня смотришь, у тебя мышление поменялось, автоматически еда меняется, сладенькое не отпускает. Сладенькое не отпускает — это нехватка любви, либо отрицание любви. Почитайте мою книжку, там как раз про сладкое. Вот прям так хорошо про сахар расписано, вы же прям офигеете. Я хочу, чтобы вы просто почитали и осознали, чтобы наша система мира была здоровой, со всеми клеточками. Не только я одна клетка здоровая буду. А кто же меня обслуживать-то будет? Кто мне блага будут ресурсы давать? Если я одна здоровая, а другие все дохлые. Я с дохлыми клетками долго не выдержу. Какая бы я здоровая бы ни была, поэтому мне хочется, чтобы весь мир был здоровым. Я это делаю только с эгостичными целями. Не для вас, чтобы вы были здоровыми, а для себя, чтобы я могла пользоваться благами. Ну, если человек бедный, несчастный, больной, хромой, лежит на диване и ничего не делает, он не сможет стать классным проектировщиком холодильников. А если он не сможет стать проектировщиком холодильников, то в мире не появятся новых холодильников. И этот новый холодильник не спасет какую-нибудь фигню, которую я там хочу сохранить. И мне вот это не достанется. Ну, такой дурацкий пример привела. Ну, или какой-то другой человек, который скажет, я недостаточно умный, недостаточно хорош собой, у меня болит нога, поэтому буду лежать на диване, поэтому я не пойду и не вырастю для Нелли чай. Она не попьет. Вот, я эгоистично хочу, чтобы все были счастливы и могли исполнять свою функцию, да, и быть здоровыми, чтобы я могла пользоваться этими ресурсами. Ресурсы – это люди. Поэтому мне дело до вас, мне только до себя дело есть, понимаете. И это хорошо, когда я выбираю себя. Я себя люблю, и автоматически, блин, приходится делать так, что делясь, так как любовь у меня есть к себе, автоматически мне приходится ей делиться. Вот я и делюсь, и делаю счастливыми людей вокруг себя. Вот таким способом. То есть зачем мне, Микки Маусом, хотеть, чтобы они были здоровы? Я хочу просто видеть себя здоровой, да, а не просто мое отражение. И если люди здоровы, они смогут для меня изобрести кучу всего, построить дома, магазины, ну там, допустим, там, не знаю, транспорт, одежду. Я сама все не смогу, поэтому я хочу, чтобы вы были здоровы. Поэтому покупайте книжку, блин, давайте, оздоравливайтесь. Я вам ее год писала. Год писала, похожу-похожу, попишу, потом на месяц откладываю, в итоге потом взяла и за две недели ее закопчик. Наконец-то. Я оказалась в стране, где врач ничего не подписывает и говорит, все нормально, наш врач уже пакет медикаментов выписал. Хочу чувствовать и понимать. Вообще забудьте к врачам ходить, обращаться. Нужно ли делать профилактику от гельминтов? Ну, как бы, если вы жрете говно, то нужно, да, но если вы перестанете, то и не нужно. Я купила книг, буду читать, когда напечатаю. Ой, боже мой. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Это ваше желание, которое проецирует вам долг. Вот у вас есть книга, есть желание почитать? Читайте. Любым способом. Я не знаю, хоть как. Все, что сказано потом, минус долг. Будет боль, будет проблема, сломается машина. Машина ломается, потому что там двигаться не хотите. Почему двигаться не хочу? Потому что я на потом отложила. Все, что у вас внутри творится, да, отражается во вне. любое потом здесь сейчас, да, это долг. И вы во вне потом не плачете. Почему у меня проблем? Так, я вас не заставляю ничего делать. Я просто вам рассказываю, чтобы вы потом не говорили, ну или почему у меня проблема с машиной. У меня с машиной это сегодня четыре человека заколебали. Да двигаться вы не хотите, вот и сломали её, чтобы она вам показала, что уже начните что-то делать. Двигаться свои желания. Да блин, да, я же знаю это. Ну, а если ты это знаешь, надо не знать, надо действовать, понимаете, действовать. Убирайте всё, что мешает вам действовать. А почему я не хочу сейчас это делать? Вот распечатай её, вот с телефона не хочу читать. Это отговорка, да, чтобы что-то не делать. Просто тупая отговорка. Это я вам как эксперт говорю. Эксперт в исполнении желаний. в долгах и проблемах. Целуем.